Музыка Вместе с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром «Губернаторский» под управлением лауреата Всероссийского конкурса Дмитрия Руссу исполнят три произведения композиторов-классиков. Все три участницы, у нас этот год исключение, потому что у нас девушки только, это приятно, и они все выучили очень сложные произведения, очень сложные, действительно, и они, в общем, пока во всяком случае, дай бог, чтобы завтра все было удачно на концерте, это зависит от нас всех, и от них, и от нас, вот, но как я люблю говорить, все зависит от дирижера в конечном итоге, это правда, но когда дирижер выступает с солистом, конечно, солист имеет главенствующую роль, вот, и они выучили. Сегодня прошли репетиции участников проекта с Ульяновским оркестром. Флейтистка, лауреат международных конкурсов Елизавета Иванова сыграет концерт для флейты с оркестром Карла Нильсона. Участие в этом проекте очень здорово для подготовки к международным конкурсам, я готовлюсь к международному конкурсу имени Карла Нильсона, именно поэтому я играю именно этот концерт, и Дом музыки дает такую возможность, как обыграть, как бы, как генеральная репетиция перед конкурсами. Другая участница, лауреат международного и всероссийских конкурсов Валерия Шапилева, родилась и выучилась игре на кларнете в Якутии. Валерия учится в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Для исполнения она выбрала концерт для кларнета с оркестром ле-мажор Моцарта. Это очень хороший опыт, во-первых, с оркестром играть и пообщаться с коллегами, увидеть, как это все звучит в реальности, не только с фортепиано, а с большим оркестром, это всегда лучше. Другая участница Инна Сергеева, студентка магистратуры Российской Академии Музыки имени Гнесиных, порадует ульяновцев концертом номер 3 для фортепиано с оркестром до-мажор Сергея Прокофьева. Начало концерта в 16.00 в Большом зале Мем-центра. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.